Девушки отдыхают А кстати, Циркуль, а как люди раньше измеряли время? Это очень интересный вопрос. Давай расскажем об этом в нашей сегодняшней программе. Да что же тут непонятного? Всем известно, что время измеряется в часах, в минутах или секундах. Да, но знаешь ли ты, что часы можно измерить шагами? Что-то я не очень себе это представляю. Именно так измеряли время в Древнем Риме. Посредине площади стоял столб. Солнце, двигаясь по небу, передвигало тень от столба, которая служила стрелкой. Эта теневая стрелка двигалась по специальным меткам, на которых было указано время. Такие часы назывались солнечными. При этом многие древние римляне умели определять время по длине тени. Чем длиннее тень, тем ближе к вечеру. Ну, например, было в порядке вещей пройтись по тени своего приятеля и сказать, ого, твоя тень равна уже восьми шагам, значит, пора ужинать. Хотя этот способ был, конечно, менее точным, чем солнечные часы. Да, интересно, но только не очень удобно. Такие солнечные часы в кармане не унесешь. Конечно, в кармане, может, и не унесешь, но переносной вариант солнечных часов тоже существовал. Например, в Египте часами служил посох. На нем были отмечены временные деления. Когда нужно было узнать время, египтянин доставал из кармана стержень, вставлял его в отверстие на посохе и наблюдал за тенью. В зависимости от ее длины и определялось время. Хм, ну как же узнать время, если солнца нет? Или ночь на дворе? С помощью звездных часов, которые тоже были изобретены в Египте. Эти часы представляли собой специальные дощечки с отверстиями и отвесами. Отвес показывал, что нижний край дощечки параллелен Земле. Один египтянин садился лицом строго на север, другой напротив него. И каждый держал такую дощечку. С помощью отверстий в дощечках они проводили воображаемую линию, а затем смотрели, на какую звезду она укажет. А потом сверяли положение звезды по специальной таблице. Каждому из 12 часов ночи соответствовало то или иное положение полярной или другой звезды. Например, если полярная звезда была над правым ухом, значит уже час ночи. А если над левым плечом, значит скоро рассвет. Вы уже догадались, ребята, какой математический закон использовался в звездных часах? Правильно. Через две точки в пространстве можно провести только одну прямую. Хорошо. Только все твои часы сильно зависят от небосклона. А если, например, тути закрыли небо и не видно ни солнца, ни звезд, тогда как быть? На этот случай у наших предков существовали еще и водные часы. Это была большая чаша, на внутренней стороне которой были расположены специальные временные деления. А на дне этой чаши было отверстие, через которое по капле утекала вода. В Греции водяными часами отмеряли время для обвинительной речи в суде. Так, если решался вопрос, например, кому принадлежит коза, воды наливали немного. Если же дело шло о приговоре человеку, чашу наполняли до краев, и речь обвинителя длилась дольше. Кстати, именно поэтому про болтливых людей говорят в его речи много воды. Точно по такому же принципу работают и песочные часы, только вместо воды в них используется мелкий песок. А как работали будильники? Или раньше люди как придется просыпались? Ни в коем случае. Для того, чтобы просыпаться вовремя, китайцы, например, изобрели огневые часы. Они брали длинную ароматическую палочку, поджигали ее с одного конца и клали в чашу часов со специальными делениями. Палочка медленно сгорала, отмеряя время и благоухая. Когда же она доходила до деления, к которому были прикреплены гирьки на нитке, нитка перегорала, а гирьки с грохотом падали в медный поднос. Тут любой проснется. Кстати, ребята, почти все часы, о которых я вам сегодня рассказал, вы можете самостоятельно сделать дома. Ну, разве что кроме огневых. С огнем играть не нужно. Особенно дома. Проще всего сделать солнечные часы. Для этого надо вырезать из картона круг. Потом с помощью кусочка пластилина прикрепить к центру круга соломинку, карандаш или стержень от ручки, который и будет играть роль стрелки. Осталось только взять с собой обыкновенные часы, выйти в солнечный день на улицу, проследить за стрелкой и сделать на нашем картонном циферблате пометки, где будет находиться стрелка в час дня, в два, часа в три и так далее. Я такие часы сделал. Кстати, наш солнечный циферблат совсем не будет похож на циферблат обычных часов. Цифры на нем будут не по всему кругу. Ведь ночью использовать свои часы вы не сможете, зато сможете удивлять друзей. Ты рассказал, как измерять время. Но почему в сутках именно 24 часа? Давай сначала, циркуль, вспомним, что такое сутки. Сутки – это период обращения Земли вокруг своей оси. Но почему же люди решили поделить сутки именно на 24 части? Вы удивитесь, ребята, но это деление абсолютно произвольное. Будет в сутках, скажем, 100 часов, ничего бы не изменилось, кроме цифр. Тогда откроем слово, число 24. Всё дело в древних цивилизациях. Египтяне положили в основу своего исчисления дюжину. Понятий суток ещё не было, а поэтому на 12 частей делился день – время от восхода до заката – и на 12 – ночь – время от заката до восхода. Однако время дня и ночи в разное время года не постоят. Поэтому римляне стали делить на части сутки целиком. А за основу взяли египетское деление на 12. 12 плюс 12 равно 24. Вот и появились 24 части, то есть часа в сутках. А откуда взялись 60 секунд? А вот за секунды ответственны древние жители Вавилона. Дело в том, что их любимым числом было не 12, а 60. На основе 60 была создана система географических координат. Круг поделили на 360 градусов. 60 умножить на 6. Каждый градус на 60 первых мелких частей. Мелкий на латыни – минутая. А каждую первую мелкую – еще на 62-х мелких частей. На латыни второй – секундая. Ммм, ну при чем тут география? При том, что в географии секунды появились раньше, чем в часах. Что же касается часов, то до 15 века самой мелкой единицей времени оставался час. А с появлением непосредственно самих часов появилась и возможность отмерять более мелкие единицы времени. И ученые позаимствовали из географии минуты и секунды. Ах, не знаю, что там на твоих потерянных часах, но мои внутренние часы говорят, что пора переходить к следующей теме. А у нас новый вопрос. Дорогой профессор Круглов, я очень люблю играть в бильярд, но пока никак не получается обыграть своего старшего брата. Папа говорил, что для этого мне нужно заниматься геометрией. Но как это поможет в бильярде, я не понимаю. Или может он специально так говорит, чтобы я больше учился? Паша Заев, 10 лет. Дорогой Паша, твой папа абсолютно прав. Геометрия прекрасная помощница не только в бильярде, но и во всех других видах спорта, где надо рассчитать траекторию полета мяча, валанчика или любого другого спортивного снаряда. Мы с вами, кстати, уже как-то говорили о том, что математика спортсменам очень нужна. Наверняка, Паша, твой старший брат был отличником по геометрии. И поэтому все время тебя обыгрывает. Но ничего страшного. Сейчас мы расскажем об одном законе геометрии, который сделает нашего зрителя чемпионом в игре по бильярду. Представим себе бильярдный стол. В центре лежит шар. А знаешь, циркуль, высший пилотаж в бильярде, это отправить шар в лузу непрямым ударом, а заставить его отскочить от трех бортов. То есть решить в уме задачу на геометрическое построение. И как же мы ее будем решать? Смотри. Вот схема бильярдного стола. Путь шара на столе будет определяться законом отражения. Напомни, пожалуйста, что это за закон? Угол падения равен углу отражения. А теперь подумаем, какие геометрические построения помогут отправить шар в лузу А. Ох, и думать боюсь. Наш шар должен отскочить от трех бортов. Значит, мы должны вообразить, что к бильярдному столу представлены еще три стола. Как бы отражение нашего главного стола. Итак, пусть О, А малая, Б малая, С малая. А, путь шара. Из точки О в лузу А. Нарисуем отражение стола А, Б, С, Д на 180 градусов. Он займет положение 1. Затем как бы опрокинем еще два раза в положение 2 и 3. В результате этого построения наша мишень луза А окажется в месте А1. Исходя из очевидного равенства треугольников, которые появились в результате наших построений, мы обнаружим, что А малая, Б малая, 1 равно А малая, Б малая. Б малая, 1, С малая, 1 равно Б малая, С малая. И С малая, 1, А, 1 равно С малая, А. То есть длина прямой О, А, 1 равна длине ломаной О, А малая, Б малая, С малая, А. Значит, чтобы попасть в лузу А, нужно целиться в точку А малая, нарисованная на бортике стола. Совершенно верно. Ну, а мои внутренние часы подсказывают мне, что нам пора переходить к веселым задачкам. Точно! Давай что-нибудь на смекалку. Хорошо, Циркуль, но ты сам напросился. Итак, какой знак надо поставить между написанными рядом цифрами 2 и 3, чтобы получилось число больше двух, но меньше трех? Если прибавить, получится пятерка. Не годится. Так, если отнять, получится минус один. Опять не то. Если помножить, нет. Ты что-то напутал в условии. Нет такого знака, ни один не подходит. Да нет же, мой дорогой Циркуль. Все очень просто. Надо поставить запятую. Тогда получится 2,3, число, которое больше двух и меньше трех. Ну, это обман. А, по-моему, это умение мыслить творчески и вдумываться в условии задачи. А наша очередная передача подошла к концу. Мои юные друзья, пишите нам с Циркулем и задавайте вопросы. Наш адрес 109-147, Москва, улица Марксистская, 34, корпус 7, телеканал «Радость моя». И оставляйте свои комментарии на нашем сайте радостьмоя.ру профессору Круглову. До свидания, ребята. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова